Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня видео в рубрике «Век живи, век учись» будет о внутричерепном повышенном давлении или внутричерепной гипертензии. Ну, в основном на стадии реабилитации, потому что серьёзные проблемы требуют лечения порой неотложного и порой хирургического, но обо всём по порядку, чтобы у вас была полная картина данной ситуации. Вы разбирались в данном вопросе, это будет быстро достаточно, но при этом в небольшом времени очень важная информация, которую вы должны знать, чтобы не верить кому-то, а понимать. Начнём с общих вводных понятий, явлений, а закончим непосредственно методикой лечения натуральными средствами. Итак, в систему защиты мозга входят не только костные образования, его оболочки, то есть твёрдые, паутинные, мягкие, но и особая жидкая среда, ликвор, которая заполняет всё пространство между оболочками и через парные отверстия, и непарные, проникающие в полости желудочков мозга и центральный спинномозговой канал. Так вот, эта бесцветная жидкость несёт в себе несколько важных функций, но хочу напомнить, что я уже выпускал лекцию, которая называется «Лимфатическая система», обязательно её посмотрите, это крайне важная информация, дополняющая то, что я сейчас рассказываю, то есть которая более подробно поясняет вообще про лимфу, работу, зачем, для чего и так далее. Так вот, эта бесцветная жидкость лимфа несёт очень важные функции, например, предохраняет головной и спиной мозг от механических воздействий, то есть как буферная подушка, потом осуществляет обменные и трофические процессы, а третье, это поддерживает нормальное внутричерепное давление, о чём мы с вами как раз и говорим. Итак, постоянно циркулируя, ликвор осуществляет связь между различными структурами мозга. Образование ликвора происходит путём активной секреции клетками эпидемы и капиллярной сетью сосудистых сплетений в желудочках мозга. Продукция ликвора и его резопция находятся в равновесии, ну и что позволяет как раз поддерживать нормальный уровень внутричерепного давления. А оно в свою очередь зависит от давления крови, венозного и артериального. Здесь я на будущее хочу сказать, посмотрите обязательно мою лекцию гипертония часть 2 или гипертония кратко, если потом захотите, то и гипертония часть 1, но именно в таком порядке. Так вот далее, снаружи ликвор циркулирует между мягкой и сосудистой оболочками на всём протяжении полушарий и мозжечка. На основании черепа имеются скопления, которые называются цистернами. Цистерны сообщаются субарахноидальным пространством головного и спинного мозга. В норме отток ликвора происходит по ликворопроводящим путям через венозную и лимфатическую системы. По сути, ликвор является частью лимфатической системы, но в головном мозге нет лимфатических сосудов, капилляров, узлов, а есть именно вот эта самая среда ликвор. Но вот избыточное скопление ликвора вызывает повышенное давление на вещество головного мозга, приводя к формированию внутричерепной гипертензии. Основные причины, способствующие повышению внутричерепного давления, следующие. Во-первых, это образование большого количества ликвора. Второе. Недостаточная его всасываемость. Третье. Нарушение проходимости путей циркуляции. Эти причины могут быть обусловлены черепно-мозговой травмой, объемными опухолевыми образованиями, как доброкачественными, так и злокачественными, какой-либо нейроинфекцией, образованием спаечного процесса. Гипоксии головного мозга могут быть вызваны, а также венозным застоем. Так вот, блокирование одного из отделов ликворопроводящей системы вызывает скопление жидкости в вышележащем отделе. А это приводит к сдавливанию жизненно важных структур головного мозга главным образом ствола, где располагаются центры дыхательный, сосудодвигательный, центр терморегуляции и пищеварения. Формирование клиники гипертензивного синдрома зависит от локализации патологического процесса, его распространения, выраженности, повышения внутричерепного давления. Незначительная приходящая внутричерепная гипертензия может сопровождаться головными болями чаще по утрам, иногда с тошнотой и рвотой. При длительном повышении внутричерепного давления формируется стойкое расширение жидкостных полостей с образованием гидроцефалии. Это очень большая опасность. И вот это уже приводит к нарушению, например, зрения, ухудшению слуха, снижению памяти, интеллекта. Длительное существование гипертензии может отложиться развитием эписиндрома, появлением порезов и параличей. Поражение жизненно важных центров может сопровождаться явлениями вегетососудистой дистонии. Она не обязательно есть следствие данного поражения, но может быть сопутствующее. Это надо, значит, иметь в виду вот эти симптомы, которые я сейчас скажу, чтобы в том числе провериться на вот эту проблему внутричерепного давления. Ну, во-первых, это вегетососудистой дистонии, аритмии частые, постоянные, нарушение дыхательной функции с развитием псевдоастмы, нарушением пищеварения с ферментативной недостаточностью, расстройствами мочи и спускания. Вот эти характерные примеры для того, чтобы вы могли, если они есть, особенно несколько, совместно обследоваться, сделать МРТ сосудов головного мозга, но главное посмотреть, нет ли опухоли, ну, а также исключить иные варианты, которые я говорил, приводил вам выше. Лечение внутричерепной гипертензии зависит от причины заболевания, от тяжести состояния, развития осложнений, да? Но, тем не менее, наряду с хирургическими методами лечения, классическими, которые устраняют явление окклюзии, то есть, например, создание анастомозов, шунтирования или радикальной операции по поводу образования, тем не менее, современная медицина уже использует, с успехом использует эндоскопические методы лечения, направленные на дренирование ликворопроводящих систем. Ну, это менее опасно, не так травматично. Тем не менее, в более легких случаях, при отсутствии выраженной внутричерепной гипертензии, у лиц, перенесших оперативные вмешательства на головном мозге, а также у пациентов на стадии реабилитации после нейроинфекции или родовой травмы, после последствий нарушения мозгового кровообращения и при других симптомах и состояниях, остаются актуальными способы консервативного лечения, как с применением, например, элопатических препаратов, это диуретики и ноотропы, но, тем не менее, у них есть свои очень серьёзные побочные эффекты, да? Так и альтернативные, правильнее сказать, древние, исконные способы лечения в виде фито- и фунготерапии, то есть лечения травмами и грибными препаратами высших базидеальных лечебных грибов. Что касается лекарственных растений и грибов, они оказывают, во-первых, положительное влияние на мозговой кровоток определенной грибы в определенной комбинации, они улучшают реологические свойства крови, уменьшают проявление гипоксии, тонизируют венозную и лимфатическую системы, они улучшают отток жидкости, нормализуя, в конечном счёте, артериальное давление, а также способствуют рассасыванию гематомы спаек. Но перед тем, как я расскажу непосредственно курс методику лечения, я хочу пояснить некоторые общие моменты, потому что многие зрители наверняка будут новые, не поймут, о чём речь. Значит, самое главное здесь наладить питание, изменить питание, привести его в сторону естественного, человеческого, во-первых, видового питания, во-вторых, живого питания. Посмотрите эту лекцию, чтобы нынешняя, данная моя лекция, не затянулась на 2-3 часа. Кто захочет избавиться от заболеваний, посмотрит, если не смотрел уже. Помните про три глобальные задачи, которые нужно решать при серьёзных заболеваниях. Во-первых, обеспечить организм всеми питательными веществами, в которых человек испытывает дефицит. А дефицит по микроэлементам есть у всех абсолютно. Это приводит к определённым проблемам. Здесь важно понять эту тему. Для этого нужно посмотреть две мои лекции. Дисбактериоз, полную версию 50-минутную, и лес и почва. После этого учтите то, что я там рекомендую по применению определённых средств. Обязательно это учтите. Это крайне важно. Это помимо основного лечения. То есть, это часть лечения в системном подходе. Второе. Это, соответственно, убрать из своей жизни максимальное количество вредных факторов. А поскольку речь идёт о головном мозге, то один из главных факторов, который нужно убрать, это облучение высокочастотными, сверхвысокочастотными источниками излучений, сотовая связь, Wi-Fi, 5G проклятые, которые сейчас делают. Посмотрите, если будет интересно. Важно. Захотите разобраться. Мои лекции с моим коллегой Тюняевым, их о 10 или 11 уже, на эту тему. Далее. Помимо этого, есть 9 групп факторов, которые приводят к болезням. Чем больше из своей жизни вы уберёте вредных факторов, тем быстрее, лучше, ярче будет выздоровление. Постарайтесь это сделать. Они все объективные факторы. И дано это в моей лекции 9 причин болезни. Третье. Это непосредственно методики лечения, к которой мы сейчас как раз и приступаем. Итак, первый месяц, первый курс. Шитаки. Водорастворимая форма по одному саше-пакету 2 раза в день за 30 минут до еды. Запивая водой, пакетик открывается сначала, высыпается порошок в рот. Вода из стакана прихлёбывается во рту. Там буль-буль-буль языком размешали, проглотили и допили этим же стаканом воды. Вода, конечно, должна быть в идеале водородная с отрицательным ОВП. Чтобы понять, какие физико-химические свойства воды важны, посмотрите мою лекцию. Вот где я для телевидения давал интервью, любую другую, о приборах, которые меняют физико-химические свойства воды. Самый важный из них – увеличение содержания водорода в воде, ну и, соответственно, ОВП. Кстати, кто будет в какие-то протесты, мол, видели, уже слышали от кого-то по РЕН-ТВ, либо от кого-нибудь ещё, что всё это ерунда, водород – это байки, это не может быть. Ну, тогда просто прочтите книгу доктора Гарбузова «Иона водорода лечит рак». И те ссылки под видео, которые у меня находятся под видео о воде, о приборах, научные исследования и так далее. Вот после этого что-то говорите. Второй грибной препарат – это Агарик. Агарик можно брать не водорастворимый в данном случае, в начале лечения, а в виде капсул. По две капсулы, один раз в день, например, в середине дня, за 20 минут до еды запивается водой. И препарат третий – это весёлка, можно двумя путями пойти. Либо в капсулах, по две капсулы, два раза в день, скажем, за 10 минут до еды. Либо водорастворимую форму весёлки, один саше-пакет, можно один раз в день, за 10 минут до еды. Это будет первый месяц. Второй месяц. Весёлка в капсулах, по две капсулы, два раза в день, соответственно, две баночки на один месяц потребуются, за 30 минут до еды приём. Либо водорастворимую форму весёлки, один саше-пакет, можно один раз в день, за 30 минут до еды приём. Второй препарат кордицепс, по две капсулы, два раза в день, соответственно, две баночки потребуются, это за 20 минут до еды. И третий препарат рейши, по две капсулы, два раза в день, также потребуются две баночки, применять за 10 минут до еды. Это второй месяц. Третий месяц. Шитаки, водорастворимая форма, по одному саше-пакету два раза в день, то есть две коробочки на один месяц, потребуется применять за 30 минут до еды. Огнёвка пчелины. По 2 капсулы 2 раза в день за 20 минут до еды. 2 баночки потребуются на 1 текущий месяц лечения. Применять за 20 минут до еды. Дождевик. 2 капсулы 2 раза в день за 10 минут до еды. Также 2 баночки потребуются на 1 текущий месяц лечения. Это курс на 3 месяца. Будем его называть маркерным. Он должен показать изменения. То есть, соответственно, уменьшение внутричерепного давления, улучшение работы мозга. Естественно, усилится и должна ясность мышления, быстрота мышления и так далее. Но вы должны вести дневник, записывать изменения любые, проанализировать. Дальнейший курс лечения будет зависеть от вашей реабилитации, от состояния, от показателей объективных. Нужно измерять периодически внутричерепное давление, смотреть на анализы. Ну и, соответственно, в дальнейшем уже подбирать методику лечения нужно будет индивидуально. Помимо этих грибных препаратов, уже с первого месяца стоит параллельно применять травы. Сборы трав, такие как, например, мелисса, клевер красный, таволга, сафора японская, каштан конский, базина черная. Даже 4 из этих растений, объединив вместе, делав настои, горячие напары, скажем, при 70 градусах, только не кипятить. А именно при 70, настаивая просто в 2 раза дольше, чем рекомендуется при кипячении, сборов. То вот этот сбор уже будет хорош, но если все вместе, в равных пропорциях взять, и уже столовую ложку сверху этого сбора на 300-400 мл воды горячей, настоять несколько часов, процедить и пить в течение дня 3 раза в день равномерно, до еды, можно минут за 40 до еды, или после еды, тогда тоже минут через 40-50, через час после еды, то это будет хорошим дополнением эффективным к лечению. Пару слов хочу сказать про общий подход к режиму жизни и профилактике повышенного внутричерепного давления, а также глазного давления, потому что причины первопричины там идентичны. Так вот, следующее. Во-первых, нужно избегать одежду, которая сдавливает область шеи, понятно. Проверить, нет ли пережатия атлантом вен шеи. Я говорил об этом в лекции гипертонии, часть первая. Потом. Монитор при работе должен стоять прямо по линии глаз, то есть находиться строго на уровне глаз. Расстояние не менее 50-60 сантиметров. Стоит избегать резких и частых наклонов, особенно резких вставаний с кровати после просыпания. При мытье полов, допустим, резких наклонов вниз и резких подъемов нельзя допускать. Аккуратно и плавно. Очень хороши массажи вокруг глаз. Легкими поглаживающими, такими как бы растягивающими, но плавными легкими движениями. Но необходимо избегать, как вы уже поняли, такого чрезмерного давления пальцами на глаза и около глаз. У кого есть повышенное внутричерепное, внутриглазное давление, лучше спать на, скажем, таких вот немного высоких подушках. То есть не горизонтально, а голова чуть поднята, чтобы была. И желательно, чтобы были специфические ортопедические подушки. Причем разработанные ортопедические модели, которые действительно являются ортопедическими. И тогда при этом позвоночник не будет искривляться. Вот это крайне важно, потому что дополнительное пережатие приводит к тому, что лимфа хуже оттекает. Что давление повышает, ну, все то, о чем я уже говорил. Кстати, очень важным, таким редким, малоизвестным методом, да, так скажем правильнее, применение против данного заболевания является лавандовое масло. Которое я также рекомендую для устранения и уничтожения в организме бактерий Helicobacter, который приводит к язвам и раку желудка в том числе. Но об этом отдельное моё видео и отдельная информация. А сейчас именно как можно использовать лавандовое масло, чистое, медицинское, которое применяется для уменьшения давления внутричерепного. Так вот, несколько капель масла вы просто на пальцы, да, наносите и лёгкими движениями втираете в височную зону головы. Сначала с одной стороны, потом с другой. Можно одновременно двумя руками втирать, соответственно, симметрично, сразу в левую и правую половину, левую височную и правую височную зону. И таким образом снимается, во-первых, головная боль и обеспечивается хороший сон. Поэтому вечером делать это можно вообще 2-3 раза в день. Но вечером очень рекомендую. Если вам это будет действенно, то вы сразу почувствуете и так и делаете. Я также рекомендую ванну с липовым отваром. Ну, делается так. В 8-10 литровую кастрюлю запаривается 4-5 столовых ложек сушёного липового цвета. Потом процедить, там полчаса покипятить или нагреть до 90 градусов, закрыть крышку, 2 часа постоит. Потом добавить этот процеженный отвар в ванну. Принимать ванну лучше сидя. Ну и можно так немножко, как бы, полуопуститься в ванну. Но голова всё равно практически вертикально должна быть при этом. Неплохо действует этот метод. Можно делать через день, можно каждый день. Хотя бы недели-две подряд. Если данные методы вам не подходят, не действуют по какой-то причине. Но и тем, кому эти методы помогают, я рекомендую также ингаляции с использованием лаврового листа. Делается просто. На 1 литр кипятка вы берёте крупные лавровые листья, примерно 30-35 штук. Кидаете их, 5 минут кипятите, закрываете крышку. И полученный настой пусть постоит минут 15-20. А дальше надо вылить это в миску. Ну и, соответственно, вы над ней наклоняетесь, полотенцем закрываете голову и дышите парами минут 15. Можно прямо из кастрюли. Также в течение дня это можно нагревать и дышать так 2-3-4 раза в день, не меняя листья. В этом же напаре просто нагревая его заново, градусов до 70-80. Так дышать. Теперь, конечно, помните, что в питании не должно быть никаких животных белков, высокомолекулярных белков вообще. Должно быть много зелени. Желательно в салаты добавлять дикоросы, такие как листья сныти, крапивы, листья молодые одуванчиков. Разумеется, это разная зелень, огородная такая, как укроп, петрушка, кинза, любисток и так далее, и так далее. Зелёные коктейли в блендерах, поменьше сладкого. Очень есть хорошие, ну, медицинские, скажем, средства, которые улучшают работу мозга, микроциркуляции крови, улучшают память. Какие это средства? Ну, конечно же, это набен препарат и миксидол. Совместное применение, месячный курс. Это, кстати, очень хорошая реабилитация, например, после инсультов. Это тоже можно учесть. Очень полезные добавки могут быть, например, пикногенол, экстракт косточек винограда. Это может быть коэнзим-Ко-10. Это можно применять в препаратах, только чистых, органических. Что касается грибных препаратов, перечисленных мной, то вы их можете приобрести именно у нас на сайте надгар.ру, они есть. Продукты экологически чистые тоже у нас все необходимые есть. А также то, что я рекомендую в лекции, дисбактериоз для обеспечения организма всеми питательными элементами, какие только могут быть ему нужны, также всё это есть. Что касается трав, вы можете их самостоятельно приобрести. Конечно, надо использовать качественное сырье. И тогда просто нужно найти тех, у кого сырьё это есть, кто занимается сбором и действительно сознанием биологических процессов, когда необходимо, как собирать и так далее. В аптеках не всегда травы хороши, потому что нас дают люди разные, с разными мыслями, с разными знаниями, с разным отношением к делу. Вот так мягко назовём. Но здесь уже это дело случая, у нас не всегда есть травы и не всегда есть все необходимые травы. И в заключение хочу сказать следующее. Внутричерепная гипертензия, обусловленная разными причинами, она формирует клинику гипертензивного синдрома. После устранения окклюзии хирургическими методами у пациентов на стадии реабилитации, применение грибных препаратов, лечебных трав, значит, вот этими препаратами, которые являются тропными к тканям головного мозга, растительного происхождения, оказывают очень хорошее положительное влияние и воздействие на вообще мозговой кровоток. Что крайне важно, почему я ещё дополнительно посоветовал вам некоторые препараты, например, пикногенол, экстракт, вот этот косточек винограда, который как раз обладает сосудоукрепляющими свойствами, позволяет делать их более эластичными. Но и главное питание наше, поймите, что если вы останетесь, если вы ели, конечно, всё подряд, хлебобулочные изделия, макароны и прочую неестественную пищу, убитую термически. Если вы любите клеевидную пищу, например, казин, молочный белок, клей столярный в прошлом очень хороший, известный, либо вот эти мучные изделия, то есть крахмалы варёные, то никаких изменений принципиальных не будет. То есть временные могут быть, но серьёзно, в долгосрочной перспективе решения проблемы, ну, вы не найдёте. Только применяя комплекс на подход к жизни, то есть изменение питания, образа жизни, мышления, физическая активная работа, по возможности, конечно, вначале, и так далее, и так далее. Все вот эти факторы нужно учесть естественного образа жизни, в идеале жизнь на свежем воздухе, на природе, труд на земле. Ну и, конечно же, вот эти дары природы, грибные препараты, вот эти действующие вещества лечебные, лекарственные, находящиеся в грибах, такие как действующие фитонциды, полисахариды, которые именно воздействуют и оказывают те влияния, о которых я рассказывал, это крайне важно. Могу лишь сказать, что общая методика лечения может быть в зависимости от соблюдения всех факторов от трёх месяцев до полугода, но это поддаётся лечению. И напоминаю, что если есть гипертония, то есть, правильно говоря, артериальная гипертензия, то есть повышенное давление артериальное, то тогда учтите то, что я рассказываю, обязательно учтите то, что я рассказываю в лекции, гипертония, часть вторая, либо гипертония кратко. Посмотрите их, и это основа основ для вас. Ну и учтите всё-таки по возможности всё то, что я сейчас рассказывал. Набор для удобства вашего, чтобы вы сами не считали, не записывали, будет доступен по ссылочке под этим видео, нажмёте и попадёте на наш сайт, где набор будет посчитан, готов, его можно будет приобрести. Разумеется, вы можете приобретать по отдельности, в смысле помесячно, но это как вам будет удобно. Уважаемые зрители, будет сейчас небольшое объявление. Я хочу сделать новый мини-инфопродукт. Давно я их уже не делал. Для лекции не совсем это будет правильно. Эта работа достаточно тяжёлая, долгая. Будет мини-инфопродукт по лечению лимфостаза. Это очень важный инфопродукт, то есть методики лечения. Вначале будет серьёзная аналитика по поводу вообще нарушения тока лимфы из органов и тканей. К чему приводят, почему происходит вот этот, откуда берётся лимфостаз, что способствует застойным явлениям в венозной системе, да? Ну и так далее, и так далее. Так вот, вот эта информация по увеличению скорости циркуляции лимфы, какими методами можно это сделать, безопасными для здоровья, да? И так далее. Будет всё как раз в этом инфопродукте. Надеюсь, я его в ближайшее время выпущу. Будет он доступен на моём сайте главном, youfrolov.blog. И содержать как теоретическую часть, так и чёткую, подробную, практическую по методике лечения. На этом пока всё. Ждите других видео. Подпишитесь на мой канал в YouTube. Но не просто подпишитесь на канал в YouTube, а поставьте колокольчик, потому что только тогда вы будете уведомляться по электронной почте о выходе моих новых видео и точно их не пропустите. Вот, собственно, и всё. На этом, пожалуй, закончу. Желаю вам крепкого здоровья. На этом всё. До свидания.